В дополнение к этому, я думаю, эмоционально на это решение повлиял тот факт, что когда в декабре, в конце декабря 2004 года Владимир Путин пригласил меня на очередную встречу по обсуждению экономического вопроса, мой телефон был выключен. А не трудно было найти, где я нахожусь, я находился в этот момент на заседании суда, на котором рассматривалось как раз дело Ходорковского. Я просто для того, чтобы понимать, как происходит суд, там было много комментариев в печати, и, честно говоря, когда я читал эти отчеты, я, честно скажу, я не верил в то, что то, что там описано, соответствует действительности. Мне казалось это просто абсолютно фантасмагоричным, такого не может быть. И поэтому я отправился на одно из этих заседаний, поскольку в суде требуют выключить телефоны. Я как же на послушный гражданин это сделал. И в течение нескольких часов сидел на заседании суда, Ходорковский сидел в клетке. Символично. А перед ним, значит, передо мной сидел судья, тут была прокуратура. Я не по рассказам журналистов или каких-то свидетелей, а воочию наблюдал эту, конечно, удивительную историю, когда прокурор не в состоянии был сформулировать мысль, и женщина прокурора не могла вспомнить, что это было на чудовищно низком уровне юридическом, экономическом, лингвистическом, каком угодно. Это было просто запредельно. А когда я вышел как раз из заседания суда, я включил телефон, выяснилось, что меня разыскала администрация президента с целью пригласить президента на встречу. И когда я вернулся, бывший тогда руководитель администрации президента Дмитрий Анатольевич Медведев ядовито прошипел. Говорит, а вместо президента к Ходорковскому пошел. Вот. И через несколько дней это было уже, это были уже каникулы, это уже был выходной, это был 3 января 2005 года, к вечеру, хотя у меня лежало, еще с сентября лежало мое прошение об освобождении меня от обязанностей Шерпы, 3 января был обнародован указ президента Российской Федерации об освобождении меня от обязанностей Шерпы, вот по решению президента.